добрый день перед вами усилитель для наушников фио е7 я в этом видео просто хочу показать его размеры габариты просто повертеть посмотреть потому что ну про него все написано все его характеристики можно посмотреть в описании лота либо в интернете в многочисленных его обзорах это не проблема аппарат уже проверенный достаточно хорошая марка несмотря на то что аппарат считается бюджетным он идеальный по соотношению цены и качества это один из самых дорогих усилителей в линейке фио е7 конкретно вот этот есть еще фио е5 е3 е1 е1 это для iphone он только с его разъемом е3 усилитель на батарейках е5 это уже пошел усилитель с аккумулятором встроенным достаточно хорошим аккумулятором очень хороший усилитель е5 ну и 7 это его логическое усиленное продолжение этот усилитель имеет еще более мощный аккумулятор аккумулятор 1050 миллиампер вот никель полимерный частотный диапазон у него от 10 до 100 герц до 100 килогерц заряжается он от обычного usb разъема кабель есть в комплекте также в комплекте бархатный чехольчик с защелкой чехол резиновый силиконовый больше да силиконовый не резиновый колечко для зажима проводов переходничок ну собственно и все что нужно ну и инструкция сама инструкция имеется потому что без инструкции с этим усилителем общаться будет достаточно тяжело усилитель качественный хороший достаточно дорогой но дешевый для своего класса качество проверены многие люди у меня его уже покупали очень довольны сейчас я сам лично в руках его держу позже я его послушаю также отзывы можете о нем почитать в интернете усилитель замечательный те кого не устраивает е5 могут смело брать е7 кого не устраивает е7 могут смело брать е5 сейчас усилитель несколько разрежен имеет дисплейчик для управления большое меню и куча настроек но вот такой вот усилитель в этом видео я не ставил цели как-то рассказать о его характеристиках все это написано я повторюсь просто хотел показать аппарат в живую одевать час наушники и перед зеркалом изображать из себя меломана это тоже не имеет никакого смысла потому что усилитель надо слушать лично только тогда можно понять что это за аппарат и что он делает вот так